Всем привет, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня позаряжаем мотоциклетный аккумулятор IGM, потому что много в комментариях постоянно пишут, когда же будем заряжать этот долбанный аккумулятор. Я на самом деле его уже давно зарядил, но мне было интересно, как он себя поведет в режиме покоя. Потому что, чтобы понять нормальный IGM аккумулятор или с ним проблемы, надо, чтобы он просто постоял полностью заряженный и показал себя во всей красе. И вот этот аккумулятор себя во всей красе показал так, что надо его немножко подшаманивать, то есть ремонтировать. Ему 4 года и он, по всей видимости, потерял слишком много воды, потому что у него слишком большой саморазряд. Так, смотрим, что за аккумулятор. Аккумулятор на самом деле хороший, Excite 8 Амперный. И тут даже они дают режим зарядки этого аккумулятора. Значит, режимный зарядный ток 0,8 Ампера и заряжать 5-10 часов. Напряжение зарядное не дают. Ну и надо сказать, что 0,8 Ампер это 10% от емкости аккумуляторной батареи. Так рекомендует завод-изготовитель, о чем написал на корпусе аккумуляторной батареи. Опять же написано, плюм-бум-плюм-бум, то есть свинец, это значит свинцовая аккумуляторная батарея. Но так как она IGM и не обслуживаема, соответственно, о чем опять же надпись есть, что она свободная от обслуживания, то есть не обслуживаемая, то это батарея типа кальций-кальций. И в общем, как и все IGM аккумуляторные батареи, они типа кальций-кальций с клапаном VRLA. Клапан находится, соответственно, вот здесь. Под этой крышечкой. Так. И с этой стороны интересно почитать, что они тут нам пишут, о чем они нас предупреждают. Люблю я такие надписи. Значит, что предупреждает? Может бахнуть, если вам повезет. Открытый огонь возле аккумулятора не держать. На руку электролит не проливать. И самая интересная этикеточка последняя. Если все-таки налили себе в глаза электролита, то промойте водой, обратитесь в медицинский пункт. Ну и дальше соответствующие этикетки. Открытый огонь нельзя. Работать в очках, беречь глаза. Детей не допускать, не проливать. Читать инструкцию обязательно. И может бабахнуть. Все как обычно. Веселые этикетки. Ну, на самом деле никто их не читает. Но, в принципе, они правильные. Итак, IGM аккумуляторная батарея. Я ее полностью зарядил, как положено. И обнаружилась проблема. Сейчас покажу. Возьмем наш любимый тестер, чтобы вам было видно. И замеряем напряжение на клеммах этой чудесной батареи. Так. Плюс на плюс или на минус. Неважно. Имеем 12,48. А какое напряжение должно быть у IGM аккумуляторной батареи? Если там зимний электролит предусматривается. Около 13 вольт. 12,9, 13, 13,1. Где-то так. А тут 12,5. Притом, эта батарея после полного заряда, ну, простояла, может, дней 4-5. Соответственно, потеряла напряжение. О чем это говорит? О том, что батарея саморазряжается. Но так как IGM батареи, они очень специфические. Соответственно, чтобы они коротко замкнули, это маловероятно, потому что IGM батареи не коротят. То у них саморазряд, скорее всего, происходит из-за того, что у них не хватает воды. Это специфика IGM аккумуляторных батарей. Потому что пластина аккумулятора начинает сама себя разряжать. Вот так, чтобы было понятно, есть пластина аккумулятора. Воду аккумулятор потерял. Соответственно, плотность электролита по высоте пластины неравномерная. Вверху плотность меньше, потому что вода потерялась. Внизу плотность больше. IGM аккумуляторные батареи тоже могут расслаивать электролит. Если вдруг кто не знал, но если в наливных аккумуляторах этот электролит перемешать, это как два пальца об асфальт дал повышенное напряжение. Электролит перемешался, плотность по всей высоте одинаковая. То IGM аккумуляторы это такие странные существа, где это не проходит. И поэтому у него перемешивание электролита, то есть устранение расслоения, это проблемная штука. Так вот, что получилось? Внизу электролит аккумуляторный имеет плотность больше, внизу меньше. Соответственно, низ пластин имеет напряжение больше, потому что у нас есть красивая бабастийская, которая знает чудесную формулу. Вверху электролит имеет меньшую плотность, тут напряжение меньше. Тут напряжение внизу больше пластины, тут напряжение меньше. И это на одной и той же пластины. И получается, что заряд от участка с большим напряжением бежит к участку с меньшим напряжением. И таким образом аккумуляторная пластина сама себя разряжает. Такая вот беда. И это проблема IGM аккумуляторных батарей из-за того, что там стекломаты и электролит находятся в связанном состоянии. И очень плохо бегает по тому стекломатовому сепаратору, то есть по тому матрасу. И это их проблема. Почему показал эту пластину, чтобы вы поняли дальше, почему эти батареи заряжаются именно так и никак не по-другому. Так, теперь возьмем чудо-прибор, подключим его, но посмотрим, в какое там состояние нам будет рассказывать чудо-прибор. То, что аккумулятор уже имеет проблему на четвертом году жизни, это мы уже видим. Для начала мы его настроим. Это у нас IGM батарея, не в ту сторону. Стандарт у нас EN. 120 Ампер должен отдавать по паспорту. Запускаем тест. Смотрим, что он нам скажет. Итак, на 69% заряженная. Сопротивление 11,8. 12,2 вольта. Но обычно эти приборы вольты всегда занижают. И жизнь батареи, то есть изношенность 100%. То есть живая абсолютно. Живее всех живых. Вот так вот эти приборы определяют аккумуляторные батареи. Ну, в данном случае батарея, в принципе, работает нормально. Но дело в том, что она все равно проблемная. Потому что у нее повышенный саморазряд. И вот мультиметром мы это видим. А прибор нам об этом ничего не рассказывает. Умалчивает. В этом опасность этих приборов. Не очень-то им доверяйте. Эти приборы, они больше как экспресс-метод. Но все равно надо иметь голову на плечах, подписанным быть на этот канал. И иметь мультиметр для того, чтобы понять, что у вас проблемы с аккумулятором. Итак, с аккумулятором явно проблемы. Но видео сегодня будет не о том, как устранять проблему этого аккумулятора. Это в следующих видео будем делать. Сегодня будем заряжать. Но так как аккумулятор уже проблемный, для того, чтобы его зарядить, надо немножко перемешать электролит. Высоким напряжением мы это сделать не можем. Что можем сделать для того, чтобы ускорить устранение расслоения электролита? Можем перевернуть этот чудный аккумулятор. И пусть он так вот постоит несколько часов вверх тормашками. У нас силу гравитации никто не отменял. Соответственно, закон Ньютона никто не отменял. Червяк яблоко на голову Ньютону сбросил. Появился у нас закон всемирного тяготения. Соответственно, кислота, она тяжелее, чем вода. Она находится внизу. Перевернули аккумулятор. Тяжелая кислота будет опускаться потихонечку вниз. Это будет не быстро, это будет долго. Поэтому аккумулятор вот так вот перевернули. Айджайм-аккумуляторы не боятся того, что вы будете их переворачивать. Они могут работать и вверх ногами, хотя и не рекомендуют. Но тем не менее, могут. И ждем, когда у нас тяжелая кислота пробежится по стекломатам. Это будет занимать несколько часов. Для того, чтобы немножко перемешать электролит. И только после этого будем заряжать. Если аккумулятор проблем не имеет, то есть не имеет саморазряда, воду еще не потерял, то можно его не переворачивать, сразу заряжать. Но у меня аккумулятор уже имеет проблему. Уже мы ее видим, уже определили. Воду он потерял, из-за этого повышенный саморазряд. Ну, я так думаю. Скорее всего, на 99% это так. Поэтому перевернули. Несколько часов ждем. И потом будем заряжать. Прошло несколько часов. Возвращаем его в исходное положение. Начинаем настраивать наш зарядный режим. Продолжение следует. Продолжение следует...